Удобно, кроме, немножко преувеличил число моих поездок в Афганистан, но все-таки я там был не раз, не два или три, и в начале, и в конце, кстати, вот на выводе войск мы с Морозовым договорились, что мы там обязательно встретимся, вот обязательно как-нибудь споем прощательные кристы. Но нам это удалось, что-то мы спели. Потом, правда, я сначала пошел обычным путем, куда мы там ходили, через салатки и туда, в аэротонду, а потом мы жили, где 5-я гвардейская выходила дивизия, это на Кушку. Поэтому Морозович успел прощательные песни спеть в этом походе, а у нас на Кушке, когда мы переходили, там был страшный снегопад и было не до песни. Я постараюсь меньше говорить, больше петь, но какие-то пояснения песни иногда буду давать. Ни дуга, ни ста, ни сон, ни обман, я память друзей не придам. Я ижу сквозь дам, дорогу жабан, и наш поворот на погран. Ударил фугас, но Бог меня спас, не знаю, чужой или свой. Над грудой брони смерть вам примени, я, кажется, снова живой. И дело не в том, что будет потом, как встретят нас в отчей стране. До крика держись, недолгая жизнь, но дольше обычной вдвойне. Мальчишка-боец, кому взвода ее нец, и взрослый усатый комбат. Не хватит свинца, чтобы наши сердца живые забились не в лад. Ни Довганистан, ни сон, ни обман, я память друзей не придам. Я вижу сквозь дам, дорогу жабан, и наш поворот на погран. Я вижу сквозь дам, дорогу жабан, и наш поворот на погран. Вот самое, может быть, приятное для человека, который сочетает песню, это написать песню без автора. Песню, которая стала в той или иной степени народной. У меня вот одна такая песня есть в точном. Я ее называю «Песня о советской печати», а вот в таком народном исполнении она звучит как «Песня об авганской армии». Я слышал на кассетах, когда вот говорили, что там написал какой-то парень из нашего полка. Я слышал лично это под Ашкабадом, когда проводили взлет молодых воинов в запасе. И выходит парень на сцену и говорит, вот, а эту песню написал мой друг, солдат нашей роты, но потом он погиб. И мне приятно, что люди думают, что это они написали. Но вообще написал я, и она называлась «Песня о советской печати». Почему? Потому что тогда нам часто приходилось, когда мы о вас писали, ну, о тех, кто был в Афганистане, а здесь, ну, наверное, с половиной людей там бывали, и приходилось надо заменять нашу советскую армию на афганскую. Дрожит душман в пуле, умри, его коллабирата, его крушат, черт побери, афганские солдаты. И в Кангагаре, и в Газни, и в Балкии, и в Кабуле войска афганские одни, ну, так и прут под пули. Их невозможно удержать, они нас защищают, о чем советская печаль стыдливо сообщает. Ведь контингент нашу очень мало, нам вряд ли больше взвода, границу перешел и встал, любуется природой. Дает концерт в кишлоках, а впал за контракт, где кишек носит на руках и чинит местный трактор. Пусть контингент неплохой, но где ему сравнится с афганской армией, лихвой, которой враг боится. Она разбила тысячу банд, нет, миллион миллионов, почти очистила Шиндант и два других района. Сильно, отважно, велика, заслуженно, известно. А мы все пляшем как бога и чинили трактор местный, а мы плясали как бога, чинили трактор местный. Дюжа песня, она не стала народной, но это может быть не единственная песня, но которую я несколько раз слышал, как поют, например, метро. Ребята, которые афганцы, или кусят под афганцы, помните? Ну, это же лет 5-7-10 назад они были там. Правда, то, что я слышал, обычно быстро поют, а я пою не буду. Горит звезда над городом корол, Горит звезда, прощанная моя, Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал, а так и я. И я вижу, смотрю, как остывает Над минаретом синяя звезда. Кого-то помнят и забывают, А нас из нас не будут никогда. Без документов, без имен, без наций Лежим вокруг сожженного дворца, Горит звезда, пора навек прощаться, Разлука тоже будет без конца. Горит звезда, декабрь, сколь чужая, А под звездой дымится кровью снег, И я слезой вас в летней провожаю, Все, чем впервые расстаюсь навек. Горит звезда над городом Кабулы, Горит звезда, прощанная моя, Как я хотел, чтоб Родина вздохнула, Когда на снег упал в атаке я. Ну, песня из той же примерно серии, Называется «Девятая рота». Девятая рота 345-го отдельного парашютного десантного полка, Вот сдвинутый столик, Это офицеры этого полка со своими женами. Спасибо, ребята, что пришли, Вообще всем огромное спасибо, что пришли, И те, кого знаю, особенно, Тех, кого не знаю. Надо иметь мужество, И еще денег, кстати. Вот, а «Девятая рота», Иногда, когда вот где-то выступаю, Или что у меня, ну, спрашивают, И как относитесь к фильму «Девятая рота»? Ну, сейчас, правда, уже меньше, А вот года двадцать лет, когда он вышел, Я отношусь к нему плохо. Не знаю, как, вы сами это, военные, И в основном даже не из-за того, Что, как снято, там есть очень хорошие кадры, Я отношусь плохо к сценарию. Бой такой был, вот вам расскажут, Ну, там, конечно, не из-за рота полегла, И немножко в этом есть такое. А сценарий написал один парень, Который в Афгане не был, И я просто знаю, Когда в «Союзе писателей» один общий, Мой друг, может, А друг, вот у парня сценариста, Они вместе, чтобы с детства были знакомы, Он ему прокрутил эту песню, «Девятая рота», И говорит, «Ду, если бы я слышал, Я бы, говорит, написал совсем другое». Хотя, конечно, это «Девятая рота», В первые дни она вместе с ребятами из ПТБ Участвовала в шторме 20-х ламина, И не только. Потому что тогда много объектов брали. Вот сидит Владимир Степанович Макареев, Такой седой, как я, да? Что-то там брал, Что-то в БВС там, да? Ему там часовой тычет, Автоматик пьется мне в животе. Володя обиделся, значит, Мне отдают там. Он дает автомат, значит, Как дал ему этот, Вот, как иногда брали. Или это не так было? Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки, А там на подходе к авгавской столице Девятая рота примкнула штыки. Девятая рота сдала партбилеты, Из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянет с собой до рассвета, То не было роты, приснилась она. Войну мы тогда называли работа, А все же она оставалась войной. Идет по Кабулу, Девятая рота, И нет никого у нее за спиной. Пускай городка ее в роли колонна, Последний, ходившая в мирном строю, Девятая рота сбивает заслоны В безвестном декабрьском первом пою. Прости же, девятая рота оставшим, Такая уж служба, Такой был приказ, Но завтра зачислят На должности павшим В девятую роту кого-то из нас. Войну мы опять называем работа, А все же она остается войной. Идет по Тверскому, Девятая рота, И нет никого у нее за спиной. Идет по России, Девятая рота, Жаль, нет никого у нее за спиной. А вот песня ничем не примечательная, Но я потом, Когда я стал разбираться, Вдруг удивился, Это одна из первых песен, Которую я написал про Афганистан, Хотя в ней уже все сказано. И в ней стала такая, Как бы летучая строчка Из пламени Афганистана. Потом уже я смотрю, Какие-то песни на фестивале проводили, Что-то выпускал, Книжки с таким, И все пошло от этой песни. Строчит пулемет, Поднимается в зон, Жаль, многие больше не станут, И к родине сын Никогда не придет Из пламени Афганистана. Здесь горы в снегах И в зеленях в бегах Горят кешлаги и туганы, И выпустят в ряд Неверных халат Из пламени Афганистана. Нас выпустят в ряд Неверных халат Из пламени Афганистана. Придет письмецо, Ты закроешь лицо, Но нет никакого обмана, Надень же на левую руку Кольцо Из пламени Афганистана. Но год или два, И ты вспомнишь, Едва любви Не смертельные раны. Я сделаю все, Чтоб ты вышла жива Из пламени Афганистана. Строчит пулемет, Поднимается взвод, Жаль, многие больше не станут, И к родине сын, Может быть, Не придет Из пламени Афганистана. Вот хочу поскорее спеть песню О вертолетчиков, Потому что, Ну, в общем, Это не надо пояснять, Но вертолетчики, Конечно, На всех локальных конфликтах Люди незаменимые, И потом очень большие потери. Вот в Афганистане За годы Афганской войны, Вернее так, Мы потеряли Сторок процентов Вертолетчиков страны. Это не значит, Что они все убиты были, А просто, Когда еще первый раз Собьют, То ребята так Иногда там С ума не сходят Продолжать летать. А когда уже второй раз Собивают, То уже это не летчики. Уже в небо не затащат. Вот. Эти героические ребята, Я потом посмотрел, Как-то перелистал Свою толстую книгу Афганский дневник, И понял, Что из тех, О ком я писал, И с кем так Достаточно много летал, Больше двух третей поделал. То есть из 15, И по-моему, Там где-то 11 человек поделал. Из тех, с кем я летал, Представляете? Бесную целобой стенат головой Дрожит рукоять управления. Заходишь от солнца И то, что живой, Смеряешь с надземною тенью. Берешь на себя, Все берешь на себя, За все отвечаешь исходы. Железная птица, Покорно труда, Соскальзывая с небосводом. Пробита обшивка, Разбито стекло, Передняя стойка погнута. Но ты приземлился, Тебе повезло, Тебе и в пехоте кому-то. Он ранен, Тебя посылали к нему, Ты сел под обстрелом на скалы. Железная птица В сигнальном дыму, С гранитным сливать, С петесталом. Погрузка окончена, Двинут шаг газ, С трудом отрываешь машину. Ты в небе, Ты выжил, И ты его спас, Бойца с безымянной вершиной. Набрал высоту, Оглянулся в отсек, Бартехник кивнул, Все в порядке. Летит вертолетчик, Живи человек, Счастливые ребята посадки. Берем на себя, Все берем на себя, За все отвечаем исходы. Железные птицы, А гор на трубя, Летят посреди небосвода. А вот я знаю практически про любовь. Но странная такая, Я что-то там стал замечать в Афганистане, Что ребята-солдаты, Когда сочиняют, То там очень много такого, Кроме нытья, Какого-то обращения еще к женщинам, Типа, что, Береги нашего ребенка, Не забывай нашей беззаветной пламенной любви. Я на такого квартал, Так сказать, Солдатского спрашиваю, Ты вообще с кем-то нормально поцеловался? Да я не знаю, Что нормально, Говорит, Но вообще, Говорит, Сыной, Одноклассница поцеловался, Какого хрена, Говорит, Ты пишешь про эту, Вашу страстную такую любовь. Но знаете, Вот когда думаешь, Что не только мама ждет, А еще кто-то, Может и не убьют. То есть вот сочиняя любовь, И вот на эту тему, Как бы сочинение любви, Я тоже написал такую песню, Которая называется Неизвестная любовь. Снежные склоны, Хребток ниндукуши, В красных заплатах Солдатской крови, Я под огнем перекрестным Не стружу Ради твоей Неизвестной любви. Может быть, Смерть мои руки развяжет, Я обниму тебя, Падая в снег, Горы высокие, Небо в разгаре, Как человека любит человек. Словом прощания, Слезою печали, Из-за далека Ни тревожки, Ни золи, Лучше остался Такой, как в начале Нашей с тобой Неизвестной любви. Мы не бродили Москвою вечерней, Не целовались В неслужном саду, Не придавай же Большого значения, Если одна Ты совсем не приду. Ближе и ближе Чужие халаты, Все позову, Мои письма поли, Как я себя Разрываю гранатой Ради твоей Неизвестной любви. Снежные склоны Хребтов Виндукуша В красных заплатах Солдатской крови, Я под огнем Перекрестным Не струшу Панять твоей Неизвестной любви. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хребтов Что я что-то делаю? Попробуй читать? Задвивай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОПРОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вот песня, которую действительно я сочетал для такого узкого круга, думаю, немножко она там, мата нету, но какие-то выражения не совсем такие литературные. И однажды, но все-таки, во всяком случае, напечатал в одной из книжек, и однажды была какая-то такая узкая компания, и был директор Института русской литературы, так называемый Пушкинский дом в Ленинграде, Николай Николаевич Статов. Писатель такой, рафинирный диригент, он что-то листает в моем книге, да, ну, это что-то тоже вынесло, я говорю, да, да, вы что, ее петь можете? Да, но только в узком кругу, она говорит, сходит ли мне. Очень хочется тем, что мы в этот вечер раз, ну, не 10, но раз 5 точно ее спели. Он меня утащил в Ленинград, и мы там где-то по телевизму, по местному, значит, тоже ее несколько раз спели. И я понял, что мы не знаем судьбу каких-то, то, что для узкого круга, а может, наоборот, для каких-то телевизм. Война становится привычкой, опять по кружкам спирт разлит, опять хохочет медсестричка и режет сало за палец. А над палаточным презентом свистят до ветра и до свинец, жизнь, словно кадры киноленты, дала картинку, наконец-то. О чем задумался над штабом, какие бы я любил свою, откуда спирт, откуда баба, спроси об этом у войны. Ах, хорошо, сестра хохочет от медицинского вина, она любви давно не хочет, ей в душу глянула война. Эй, зампали, плесни помалу, теперь за родину пора, нам не спуститься с перевалом, которых взяли мы вчера. Война становится привычкой, опять по кружкам спирт разлит, опять хохочет медсестричка и режет сало за палец. Браво! Аплодисменты 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 Он взял лимонку, снял чекуль, и с командиром полка он больше часа звел переговоры с гранатой в руке. И хотя, кто воевает, говорит, что скоба она очень такая тугая, но вот если час не так держать, или руками остались совершенно белыми. Ну вот, и у этого жуков были многие еще эпизоды, и потом, уже после арганских событий, мы его провожали к новому месту службы в Ленинграде, и я написал песню. Он сядет на поезд хорошим, уедет служить в Ленинграде, он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть на ночь попил нечейку, в окошко уставился жуком столетних в Афгазском полку. Он помнит, он помнит ту дату, когда в роковом декабре полку сбунтовали солдаты и ждали его на дворе. И вышел военный советник, небрежно ремень и ребят, а там под ремнем пистолетик, тревятый патрон для себя. Глаза опускали зарпазы и пятились по одному. Советник страшнее приказа, они подчинились ему, своим пистолетиком малым. Сарбазов погнал он вперед, туда, где за каждым тувалом мятежный строчил пулемет. И шли, придеваясь от страха, к судьбу проклиная, но шли, советник страшнее Аллаха, когда он из-за русской земли. Так что ж ты советник не весел, в экспрессе Москва-Ленинград, Мир тот же, из крови и песен, как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. С ним Виктор Дмитрий Ветшуков, советник советской страны. Вот дошло дело до Бомианы. В Бомиане мне довелось быть как раз вот когда те, кто сидят вот за этим столом, не все, но многие были там и команды. Бомианы такое место, тяжелое, но где Будды огромные стоят, которые потом талибы-то и разрушили. А ребята старались не стрелять по пудам, даже когда оттуда все эти сгуты обстрелили лагерь. Так что мы берегли. Вот, но это песня еще в памяти Гладкова Федора Борисовича. Это человек из ГРУ, главного развития управления, который работал там же в Бомиане, и с которым однажды довелось на двух вертолетах лететь в ней. И вот Коля, который здесь сидит, Демидов. И я не помню, кто из вас спас мне жизнь. Потому что обычно уже по журналистской привычке знают, что если летит пара вертолетов, то лучше садиться во вторую. Потому что это... Нет, может быть, да. Вот это же я с первой. Почему? А, ну, короче говоря, кто-то меня пинками выкинул, и в другой вертолет, где вроде бы лететь-то поопаснее. Вот люди-то, журналисты-то, мне же опаснее. А потом, казалось, когда полетели, тот вертолет сбили. Наш вертолет, да, как раз сбитым, был Николай Демидов с Сарациной. И Федор Гладков погиб, и экипаж погиб. Один борттехник выжил, он, по-моему, с ума сошел, да? Сын, говорю. Вот. А наш вертолет, ну, побили, что-то там, прострелили. Но потом куда-то мы посстреляли, значит, в конце концов прилетел мига какой-то. Ему дали целеуказание, так называемое. Для меня это один из самых кошмарных воспоминаний в жизни, потому что бьет до ЖК, да, в упор, да, миг. И вот наш вертолет летит в упор, думаю, что-нибудь в сумму, что-нибудь все сошли. Надо какие-то маневры делать. А они лопают, значит, те в лоп лопят, а вот наши в лоп летят. Оказывается, давали целеуказание, потому что стреляли трассерами, а где-то наверху полкации прилетел самолет. Вот он увидел, доложил, что целеуказание получил, бросил бомбу, и тогда ЖК только уничтожили. Потом уже там высаживалась 9-я рота, да, 6-я рота ваша, потом из Баграма прилетела 9-я и так далее. А Федор Гладков погиб. И вот такая песня, которая крайне связана, хотя он там напрямую не упоминается, но это именно у него памятник. Он был очень красив, я его не забуду. Бамиан, древний город, трех тысяч пещер, в скальных нижних две статы, два исполина, два буты. Символ вечности веры и запретные веры. В Бамианской долине цветут обрекосы, пиноградные лазоны, обриты стволы, там журчат ручки, Там гребут водосбросы, там дома горчевики, на дне пявы. Даже солнце весь день не горит, а сияет. Даже ветер всю ночь только дышит слегка, и дорогой царей под на капу проплывает, под жерелье долины, где ее облака. Будда все, как первое, в пятнадцатом столетии Время не пощадило их каменных лиц, и надменным покоем на путника светит пустота, их изъеденный ветром глаз вниз. Будды были одеты и в глину, и в злато, злато сняли под голы, а глину ветра. Будды были бедны, будды были богаты, будды были богами. Их памятник стран, величавы, горды, непоступны, всевластны, хороши и стуканы. Но выхудел взгляд человека внизу, был живым и прекрасным, запрокинувший голову русский солдат в Бумианской долине. А вот, кстати, Владимир Васильевич Маковеев, он там пытался пробиться к упавшему вертолету по земле, да, но у вас, возможно, подрывы были и все прочее. Но там было, конечно, нереально пройдено. В Бумиане обычно стоял какой-нибудь батальон 345-го полка. Все вокруг 345-го полка, вертите, извините, не из-за того, что до меня эти люди пришли, хотя вот у меня есть значок тоже 345-го полка. Я говорю, мне это повесили на грудь, Валера Увастродника, командир 9-й роты, о которой я пел, да, а потом уже доволен в Валерийск, командир 345-го полка. Вот. Ну, дезинкульный роковой полк с большими потерями, потому что он как бы не входил в главную в Афганистане десантную дивизию 103-ю, такого, да, а он был ей оперативно подчинен. Но все-таки как бы не свой, за него меньше ругали. То есть, если там потери в своем полку, в родном, то тебе шею намыли, тогда Паша Горачев командовал, да? Ну, Паша Горачев командовал 345-го, а потом уже и дивизия. Поэтому вот... Поэтому 345-й полк бросали, ну, везде, куда угодно и куда невозможно. Поэтому я предлагаю спеть песню, посвященную 345-му. Можно? Мы с тобой остались рядовыми 345-го полка. Как мы были тут молоды по грамме, Как свистели пули у леска, Как свергало в пламя, словно знамя 345-го полка. И свергало в пламя, словно знамя 345-го полка. От саланга и до помяна лезли мы по тропам в облака, Сквозь рассветы, алые, как раны, 345-го полка. От рассветы, алые, как раны, 345-го полка. Павшие поймут одноболчане, Мы сегодня выпили слегка, Слишком много горя за плечами, 345-го полка. Слишком много горя за плечами, 345-го полка. Но тех, кто предали нас ныне, Нас и все десантные войска, Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, И в Москву пойдем наверняка, Как во свобожденную столицу 345-го полка. В русскую советскую столицу 345-го полка. Я еще с вашим полком встречался, И можно перебросили в Керавабад? Сначала в Керавабад. А потом в Абхазию, в Гудауту. А потом вот там и расформировались. Такой полк. Так что у нас по времени? Виктор Глебович, я возрождаю. Собирается возрождать, Виктор Глебович. Я уже приказ есть. Уже возрождается. Я слышал только как. Как будет приказ? Юра, а ты чего уже говоришь? Редактор Глебович, старый, там и есть. Вот одну тяжелую песню, Сейчас буду сбиваться и все прочее. Но не могу не сделать. Уже выезжал сюда, Позвонил некий Валера Коновалов. Это человек, который долго-долго Работал на радио Свобода. Казалось бы, чего там хорошего. Но интересно, что этот друг Игорь Морозов, который у нас все дела открывал. Он такой советский человек. И тогда он крутил эти песни Морозова мои. И можно было там говорить правду, Он правду не стал. Потом, когда началась Чечня, По радио Свободы, я говорил то, Что мне здесь глотку затыхали, Значит, насчет героизма наших ребят в Чечне. Ну, короче, он позвонил и говорит, Ну, ты вот, для меня там, Они же будут все смотреть по интернете, Я потом вам расскажу, Как это все будет выложить. Для меня, говорит, Спой вот там самую красивую песню. Я говорю, да я эту песню сто лет не пел, Она очень тяжелая. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот, наполняю просьбу Валеру Коновалову. Песня называется, Днёк, ветер, ночь и снегопад, Морозные рассветы, А нын летит джелалаба, Джелалаба, джелалаба и лета. Там по калибковых ветвях Больших, как сороги, Десятки же трудных птах Устраивают склоги. Там, где река, реки, кунар, Травой покрыты сочной, И над водой молочный пар Восточной дышит ночью. Там планы упругие листы, Как зеркала сверкают, И звезды с чистой высоты По ним в траву стекают. Там, как на йоге, в Новый год Пунцово-красным шаром, И сцельный безымянный плод Красуется золяром. Там над ручьем стоит камыш Три роста человечих. Летучая ночная мышь Порхает в нём бесвечном. Там обезьяны из чечёк Пугают из гамута. Там снайпера стреляют в лоб, Что должен, кроме шуток. Там снайпера стреляют в лоб, Что должен, кроме шуток. Как днём ветер, ночь, снеговат, Морозные рассветы, А мы летим в джелалопад, В джелалопаде летом. А мы летим в джелалопад, В джелалопаде летом. Песня про сапёрную собаку Называется «Нюрга». Вот хочу здесь, В этой близкой, В этой маленькой родной компании Повиниться, что обычно на выступлении Я почти герой не вру, что ли. Однажды в гортолёте случайно увидел Двух бойцов, раненых, Раненая собака, Собака плачет, они её гладят, И всё прочее, Всё это было в районе Паншера. Я уже сам в этой болели. А потом я ещё перечитал блокнот, И понял, что нет, Это действительно, Я как бы узнал в Паншере, Действительно в вертолёте, Действительно в очень тяжёлой ситуации, Когда обстреливали, И были потери, Это в районе Писгора. Кто-то знает, И летел я с одним генералом, По-моему, казанцев фамилия, Начальником артиллерии, Ракетных войск, То ли 40-й армии, То ли, скорее всего, Токор, Он был, Турков. И вот он мне рассказал, Но потом как-то связалось, Это всё, Свой полёт, Обстрел, Что-то будто обидел такое. Ну, а собак таких много знал, И не случайно назвал это Женскими именами Нюрка, Потому что у всех там сутчиков Называли женскими именами, Потому что женщин было мало. Плачет Нюрка, живая душа, Слёзы с кровью смешались на ладон, Ах, как Нюрка была хороша, Самой тоненький чуя лазарь, Плачет Нюрка, а птица летит, Боевая железная птица, Плачет Нюрка, Селенья простит, Но ведь плачет, И всё ей простится. Гладит Нюрку родная рука, Ей лизнут в их хозяйскую руку, Как знакома она, Так легка, Обречённая Нюркой на уху, Вертолётный врезается в волну, Высечённая Нюрки на тело, В сотню раз она чуя ладон, А в ступень чуть-чуть не успела. По загривку прошёл холодок, Когда запахом сбоку пахнуло, Но на тонкий стальной проводок По расщелине лака скользнула, Их взметнулся огонь из камней, И запахло железом калёным, И хозяин, идущий за ней, Опуститься на землю со столом. И ползла Нюрка, ползла, И врезала, и ой, и врезала, И хрипела на полной ствола, И глазами всю боль рассказала, Подбежали к сапёру друзья, Обмотали бинтами сапёра, Он сказал, не без Нюрки нельзя, Не сказали ему это горе. Вертолёт прилетел поутру, И вдвоём погрузили в машину, Ты не плачь, Нюрка, я не умру, Ты не плачь, я тебя не покину, Но плачет Нюрка, живая душа, Слёзы с кровью смешались на лапах, Ах, как Нюрка была хороша, В самой тоненькой чуяла запах. Спасибо, я получил, потому что он Миши Михайлов подпевал. Обратите внимание, Миша, тебе ещё придётся здесь выступать, Ты ещё здесь не выступал? Выступал неоднократно. Уже здесь, да, ну ещё. Тогда я тебе подпоюсь. 5 февраля. Спасибо, что я подпевал. Бог, у Миши много прекрасных песен, И про Афганистан, и прочим, там служил. А мне ещё нравится, Его перевели потом в город Галич под Кострову, В глухое место. И он там написал песню, Где такие строчки были. Ах, стихи, колдовские слова, Но со мной приключилось несчастье. Вот смотрю на берёзу, А вижу дрова, С той поры, как служил в нашей части. А, тогда ещё у него интересное было, Что долго служил в Афганистане, Уже надоело, А тут он в Санкт-Петербурге служил, Самолёты туда-сюда, В Союз, там, и всё прочее, То, боеприпасы, то ещё что-то, И он всё так ему хочется вылететь, Он говорит, боеприпасы, Я готов снаряды, Почтовый, запечатайте в конверт. Так, тяжёлая песня, На моём сайте, значит, А сайт найти легко, Набрать Виктора Верстаков, Да, Машенька, как там ещё? Но она всё равно выскочит тут сразу. Виктор Верстаков, за Роцей, за Роцей. Виктор Верстаков, Не просто Верстаков, А Виктор Верстаков, Тогда это легко. И там больше всего отзывов, На вот эту песню, Что я спою, Пылает город, Кандагар, И большинство ругательные, Потому что там припев-то Аллах, Акбар, Многие воспринимают, Что это, так сказать, Песня, как бы написана с той стороны. Но если так и вглядеться, Она написана от лица советского офицера. Просто, может, я так случайно попал, Я уж не помню где, Но в одной из афганских командировок Меня удивило, Что несколько раз видел, Как наши офицеры друг с другом здоровались. А, Аллах, Акбар, Аллах, Акбар. Сами между собой попал. Поэтому я такой не посылал. И потом, честно говоря, Она стала звучать как с двух вторым. Не знаю, но мне говорили, Что в Чечне, Я в Чечне бывал, И в первую, вторую войну, Но был мало. А кто-то мне говорил, Что ее пели и с той стороны, И с этой стороны. Идти и... Ну, я думаю, нормально. Тем более, что я считаю, Что при всем при том, Что, конечно, нам это все ужасно надоело, То, что творится. Но, ребята, не забывайте, Что нас стравлюют. Русских стравлюют с исламой, То есть православных с исламой. Это третья сила, Которая, естественно, Она хочет на этом деле поживиться. Поэтому при всем при том, Пускай не звучит двух вторых. Но писал ее все-таки от лица советского офицера. Тяжелую песню сейчас оставлю. И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Мне было тошно в жизни той, Я жить как все не смог. Простился с верной женой, Аллах Акбар, дружок. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. И над могилой отстал, Заплакал, наконец, Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, отец. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Аллах Акбар горит песок, И рушится скала, И очередь наисказом дорогу перешла. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар, Плэйт склонный, Перебит назор, Идешь в атаку, Куда льон, Аллах Акбар, Майор. Аллах, Аллах, Ты видишь ли, как мы идем, Нет, Ты видишь ли, как мы поем, Там земковые гроба, Ты видишь ли, как мы идем, Мы не свернем, Аллах Акбар. Аллах, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым Вернется в Кадагар, Его мы, может быть, простим ему, Аллах Акбар. Аллах, Аллах, Аллах Акбар. Майор, Кандагар, Живем уйти нельзя, И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, Друзья. Аллах, Аллах Акбар. Аллах, Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аплодисменты. Аллах Акбар. про которую вроде не сказать нечего, но она мне нравится. Вот бывает так, что что-то напишешь, и... Ну так спокойно, в качестве. Если уж не нравишься, то не поешь. А бывают песни, вот я знаю несколько человек, ну правда, этих уважаемых, которые понравились. А так в основном спокойно воспринимают, но мне она нравится. Если можно, я спорю. ПЕСНЯ 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 Она не понимает нас А мы опять не ржем костры А мы уже не тушим глаз Война не понимает нас Иначе вышло из игры Вечерний свет в горах погас В ущелье сыро и темно Подала фляга, как вино Война не понимает нас Еще одна песня, к которой я Так спокойно, так и рабодушно В аште относился А потом Морозов Игорь Николаевич Как-то несколько раз по пьянке Говорит, нет, Глядович, ты вспомнила На войне засыпали горбиты Правда, мамы, я спал на войне Почему же глаза не закрыты До утра без войны в тишине Нет, тяжелые сны мне не снятся Как им снится, когда я не сплю Да и мыслей привык не бояться Я их знаю и передерплю Ни политик я и ни философ Ни пассивных не ставлю задач На десятки проклятых вопросов Все равно не отвечу хоть плач Почему же не сплю и маячу У раскрытого на стеж окна Почему же я все-таки плачу Без причины, без мысли, без сна Потому ли, что жив, потому ли Что на самом закате войны Я на аэродроме в Кабуле Видел в мордуле мирные сны На войне засыпал, как убитый Правда, мало, я спал на войне Почему же глаза не закрыты До утра без войны в тишине Вот почти в эти дни, на несколько дней раньше Пять лет назад Умер наш боевой товарищ, близкий друг Виктор Павлович Курценко Генерал, поэт, певец, художник Минер, сапер, строитель Чертная что-то в сцене Как его называли, Леди Лан Курценко Девчонки там, на фестивале Ну что, поющий генерал Или поющий генерал, да И вот у меня была песня Где прямо про него не сказано И она была написана при его жизни И я, честное слово, зачем его брать Я все хотел ему посвятить А за ростом посвятить как Это надо спрашивать И все, я как-то откладывал, откладывал Вот эта песня Она для меня всегда связана С Виктором Павловичем Курценко Нас война догоняет потери друзей Болью ранней весонницы злою Ждать бы горькую память В армейский музей И навеки вернуться из боя Вот придок на кровать А лежишь на скале И от снайфера некуда скрыться Посмотрел за окном Там в предутреннем гляд Плыхают с надбором лица Есть другие друзья Есть другая любовь Перед ними ты нынче в ответе Но былая война Но былая война проступает Как кровь сквозь беды В полковом лазарете Но былая война Проступает Как кровь сквозь беды В полковом лазарете Страха нет на душе Нет на сердце вины Ты рано давно затянулась Но живешь словно ты Не вернулся с войны Ведь война за тобой вернулась Но живешь словно ты Не вернулся с войны Ведь война за тобой вернулась Ну что, вкладываемся, вкладываемся во времени, последнюю песню до перерыва, она может быть даже название не имеет по первой строчке, ведь это сердце, а не фляжка. А я, может быть, почему это мне пришло в голову, еще в советские времена, по-моему, в конце, в 89-м году, у меня по центральному телевидению, тогда это было, телевидение центральное, то есть, главное, единственное, да, сделали большой музыкальный фильм, он назывался «Офицерский романс». Я тогда поставил условие, чтобы моей рожи, значит, там на экране не было, потому что мне не нравится так, и я считаю, что в жизни так выгляжу-то ничего, а на экране есть такие педагогеничники, многие актрисы, на них посмотришь, в жизни это вы, а смотришь на краю, как раз, а у меня, видимо, наоборот. Вот, и, но что-то для этого фильма доснимали, и в том числе снимали кадр, режиссер отдал свою собственную фляжку военную, когда-то была редкая, значит, налили ее красным вином и ее прострелили, значит, чтобы эффект был, чтобы у него будто кровь оттуда. Поэтому мне, может, и осталось, и песня такая будет. Выдать сердце, а не фляжка, и не вода течет, а кровь, спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. В чужой земле, в нерусском небе, война следила день за днем, Как на солдатском горьком хрене, мы выживали под огнем. Атаки, рейды и подрывень, стук пулеметов и сердец, Но мы с тобой остались живы, но мы вернулись наконец. А если сново станет тяжко, и нас война догонит вновь, Спасай, последняя тельняшка, дай силы первая любовь. Спасай, десантная тельняшка, дай силы женская любовь. Спасай, десантную тельнюю любовь. Спасай, десантная тельняшка, десантная тельняшка, десантная тельнюю любовь. Все, следующее, через 5 минут начинается борода.